До старта Олимпийских игр в Питине остается уже меньше двух месяцев. И перед стартом турнира на канале Вулл Хоккей мы сделаем свои версии составов всех участников Олимпиады. И начнем с противника сборной России во втором матче сборной Дании. Кстати, датчане впервые в своей истории будут играть на Олимпиаде. Итак, состав состоит из 22 полевых игроков и 3 вратарей. Начнем с вратарской линии. Это позиция самая легкая с точки зрения прогнозов сборной Дании. 100% первый номер и один из лучших вратарей НХЛ на данный момент Фредерик Андерсон из Каролины. Он еще будучи совсем юным отлично отыграл квалификацию перед играми 2014 года, но тогда его команда уступила сборной Словении. В настоящее время Фредерик набрался опыта и не просто так в предварительном голосовании за приз лучшему вратарю НХЛ этого сезона, вези на трофе, Андерсон занял второе место, уступив лишь шведу Якобу Маркстрюму. Его бэкап Себастьян Дам, 34-летний голкипер, отыграл все матчи квалификации на Олимпиаду 2022 года, а также все 7 игр на прошлом чемпионате мира. На него можно положиться в случае травмы или неудачной игры Андерсона. Третий вратарь 21-летний проспект Отавы Мат Согар. Двухметровый перспективный голкипер в этом сезоне выступает за фарм-клуб Отавы Бельвель Сенаторс в АХЛ. На играх у него, скорее всего, не будет игрового времени, но поездка в Пекин будет для него хорошим опытом. Защитники. Это единственная линия у дачан, в которой нет именитых игроков. Но, несмотря на это, все игроки обороны имеют неплохой опыт, в том числе и в национальной хоккейной лиге. В первой паре хорошо знакомый уфимским болельщикам Филип Ларсен. Он выступал за Даллас, Эдмонтон и Ванкувер. В этой сборной он будет одним из главных пакмуверов, а также опцией для большинства. Вместе с ним в первой паре Йеспер Йенсен Або, надежный защитник немецкого Крефельда, который также выступал в КХЛ за Йокерит с 2016 по 2018 год. Во второй паре братья Лаури Цен. Сейчас они вместе играют за Мальмю в шведском чемпионате. 32-летний Оливер – опытный игрок обороны, выступавший ранее в системе Филадельфии на протяжении четырех сезонов и в финском Йокерите в КХЛ, сыграв в российской лиге также четыре сезона. Его младший брат Маркус, прошедший систему университетского хоккея в США, сыграл два сезона в ХЛ. Братья играют за одну команду и должны хорошо понимать друг друга на льду, поэтому мы поставили их вместе в одну пару. Третья пара – праворукий защитник Оливер Йоким Ларсен, выступающий за Йокерит в финской лиге, и Николас Йенсен, который сейчас сыграет в чемпионате Германии. В четвертой паре еще один представитель шведского Мальмю Матиас Ларсен и молодой проспект Детройта Мальте Сетков. Двухметровый Сетков был выбран Red Wings на драфте 2017 года под общим сотым номером. Защитники – это самая слабая линия команды Дании и, на мой взгляд, это вовсе самая слабая линия обороны на турнире, за исключением китайской сборной. Нападение. Поскольку Дания будет одной из самых слабых сборных на играх, у них должна быть одна топ-линия нападения, которые способны что-то создать в атаке. Этой тройкой по нашей версии будет Николай Иллерс из Виннипега, партнер Александра Овечкина по Вашингтону Ларс Эллер и помощник капитана Коламбуса Оливер Бьеркстранд. Иллерс был лучшим бомбардером олимпийской квалификации с девятью очками в трех играх. И поскольку он продолжает доказывать, что является одним из лучших нападающих в НХЛ, он будет очень важным игроком в атаке для Дании, чтобы помочь его сборной зацепиться за очки в матчах группового этапа. То же самое с Бьеркстрандом. На момент создания видео Оливер является лучшим датским бомбардером в НХЛ этого сезона и лучшим бомбардером Коламбуса. Ларс Эллер не ездил в Норвегию с датчанами на квалификацию, но он явный центр номер один в команде. Его знают как надежного двустороннего нападающего и хорошего распасовщика. Эти трое лидеры команды в нападении. Они будут много проводить времени на льду, особенно Ларс Эллер. И во многом от их игры будет зависеть, получится ли у датчан выйти в четвертьфинал Олимпийских игр. Вторая тройка нападения сборной Дании это сплав из опыта. Николас Йенсен из Йокерита. Питер Регин, выступающий за Амбрипиоту из Швейцарии. И еще один представитель швейцарского чемпионата Микель Боткер, которого совсем недавно обогнал в списке лучших датских бомбардеров в НХЛ за всю историю Ларс Эллер. На троих у этих нападающих 136 матчей на чемпионатах мира. Все трое имеют опыт выступления в лучшей лиге мира и топовых европейских чемпионатов. Третья тройка нападения состоит из перспективных датчан Йокима Бликфилда, выступающего за Барракуду в АХЛ, и центра Аликса Труэ, который играет за Шарл Чекерс в АХЛ. Вместе с ними проверенный боец Фредерик Сторм, играющий в чемпионате Германии. Сторм сыграл на 10 чемпионатах мира за Данию, а также разделил третью строчку бомбардеров команды с Оливером Бьерксердом на квалификации к Олимпийскому турниру. Четвертая тройка. Патрик Рассел, который в прошлом сезоне сыграл 8 матчей за Эдмонтон, а в этом году датский нападающий играет в чемпионате Швеции. В центре бывший помощник капитана Детройта и Нью-Йорк Айлендерс Франц Нильсен. Также в четвертую тройку мы поставили 22-летнего нападающего Йонаса Ренберга из системы Вегас Голден Найтс. 13-й и 14-й нападающий это задрафтованный еще в 2005 году Миннесотой Мортен Матсен, а сейчас играющий за шведскую Тимру и выступающий за Вену Кэпиталс Николай Мейер. Дания сыграет в группе Б с Россией, Чехией и Швейцарией. Сейчас сложно представить, что датчане смогут что-то противопоставить против России, уж слишком большая разница в уровне мастерства между игроками. Но в матчах с чехами и швейцарцами они имеют шансы зацепиться за очки. Очень многое будет зависеть от датского вратаря Фредерика Андерсена и игры лидеров команды Эйлерса, Бьерксенда и Николая Иллерса. У сборной Дании, конечно же, немного шансов на выход в четвертый финал, но это неплохая команда, которая способна потрепать нервы своим соперникам и попытаться выйти в четвертый финал Олимпийских игр. Напишите в комментариях, на ваш взгляд, какое место займет сборная Дании в группе Б. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.